Всем привет! Меня зовут Илья. И в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, наконец-таки сравним два замечательных баса, две замечательные модели. Это Fender Precision Bass и Fender Jazz Bass. Сравним по всем параметрам. Это звук, это удобство, это форма, это вес, это гриф, это электроника, это всё, это дерево. В общем, сравним, послушаем звук, прям в реал тайме, рядом поставим, так сказать, на одной дорожке. Сравним эти два замечательных баса, потому что, ну, опытные музыканты, в большинстве своих опытные басы, конечно, знают, в чём отличие звука, как выбирать для этих целей, например, Precision, для этих Jazz Bass, они понимают. Но для новичков и не таких опытных музыкантов бас-гиттерс, конечно, непонятно сразу, в чём разница и по звуку, и в удобстве, многие не знают, как бы, ну, это будет интересно. Я сам долгое время не знал, честно скажу, хотя я в основном играю на Fender'ах, и сейчас в последнее время играю только на Fender'ах, мои подписчики знают, у меня большой опыт, более 10 лет игры на Fender'ах, и я именно отдаю предпочтение этим инструментам. Значит, абсолютно, естественно, как бы легендарные инструменты, самые записываемые, в общем, как бы, не нуждающиеся представления, большинство записей мира, бас, это, конечно, в основном Fender. Я расскажу про свои инструменты, у меня два японских Fender'а, прекраснейших, супер профессиональных, отличнейших инструментов, абсолютно супер качественных. Это Precision Bass и Fender, соответственно, Jazz Bass. У меня есть и тот, и тот, для разных целей я использую, соответственно, разные инструменты, и мне даже было самому интересно посравнивать, позаписывать и прочувствовать эту разницу. Когда у тебя, например, только Precision, ты Jazz Bass как-то забываешь, не понимаешь эти нюансы, а когда у тебя тот и тот инструмент, то есть ты как бы уже начинаешь чувствовать, понимать, в чем же разница. В общем, расскажу поподробнее сегодня на примере своих инструментов, на примере, соответственно, лично своего опыта, буду говорить только о своем опыте, никаких там форумах я не читал, никогда не читаю, только свой личный опыт, попробую рассказать, в чем разница. Вот такое сегодня, можно сказать, легкое будет видео, такое разговорное, чайно-кофейное, без всяких там замудренных, там, не знаю, ступеней, там, аккордов, вот это всего, вот этого искусства. В общем, все, сегодня такое техническое, легкое видео, поэтому там чаек, и давайте начнем уже. А начнем мы с формы, это первое отличие этих двух замечательных инструментов, соответственно, форма корпуса. Давайте возьмем Precision, посмотрим повнимательнее. В свое время эта форма, конечно же, изобретенная Leo Fender, была прорывом, и полюбилась большинству музыкантов, огромное количество, в общем, влюбила в себя весь мир вот эта форма, это было очень удобно. Басист не просто, как раньше на контрабасе играл, там, нижние ноты только низкие играл, соответственно, Precision расширил эти возможности, стало удобно играть и вверху, и стоя, и, в общем, инструмент максимально такой был простой, лаконичный, очень удобный корпус. Если мы посмотрим, соответственно, на аналоги этого инструмента среди гитар, то ближе всего это, скорее, наверное, телекастер, форма телекастера ближе всего именно к Precision. Соответственно, вот этот вырез у нас, доступ к ладам высоким, это, конечно, был на то время суперпрорыв такой, это, конечно, не зря любовь миллионов заслужила вот эта форма. Давайте посмотрим джаз-бас, наконец-таки. Значит, джаз-бас, здесь более изящная форма, здесь появились такие, как это назвать-то, не знаю, такие скосы изящные, корпус стал чуть-чуть, ну, внешне он, конечно, кажется поменьше, по, как это сказать, поизящней, что ли, такой, с вот этими вот срезами. Корпус другой, и если взять, соответственно, такую аналогию провести, то это, как бы, не было новшеством, это были такие гитары джаз-мастер, и форма была, соответственно, взаимствована именно у джаз-мастеров гитар. Вот, и, конечно, здесь уже все как-то более, не знаю, ну, довольно, инструмент получился, на мой взгляд, очень красивым джаз-бас, такой изящный корпус. В общем, первое такое отличие, это форма. Разобрались. Субтитры сделал DimaTorzok Коли мы заговорили о корпусе, о форме, соответственно, давайте же поговорим о весе. Важный параметр, между прочим, и многие спросят, и многие, я думаю, хоть раз басист тебе задавал такой вопрос, что же легче, пресижен или джаз-бас? Потому что этот параметр довольно важный, и лично мне удобнее, я люблю легкие инструменты. Вот этот пресижен, я его взвешивал, он весит 3,560 тысячных, ну, 3,5 килограмма. Соответственно, это очень легкий инструмент, я считаю, 3,5 килограмма для бас-гитары это суперлегкий. Соответственно, его можно, на самом деле, еще уменьшить вес, например, поменять фурнитуру, там, на какой-нибудь хип-шот, который облегченный, там, посмотреть вот эти ручки облегчить. Можно еще добиться еще более легкого инструмента. То есть, этот инструмент очень легкий, очень удобный в транспортировке, и, на мой взгляд, по моему личному опыту, пресижен должен быть легким. Это простой инструмент, здесь всего один датчик, здесь минимальное количество потенциометра, две штуки, меньше уже нету. То есть, максимально простой инструмент с четырьмя струнами, классический, я имею в виду, пресижен. Вот, и, на мой взгляд, пресижен должен быть легким. И те инструменты, которые из разряда пресижен мне попадались, они были довольно легкие. С учетом, если это ольха классическая, если ясень, то там уже, конечно, будет, смотря какой ясень еще, есть разный, там, болотный, они весят тоже по-разному. Есть тяжелый ясень, есть легкий, поэтому тут надо смотреть. Ну, классический ольховый инструмент, я обычно, если смотрю Фондерай, мне нравится ольха, потому что это более ближе к такой традиции. Я люблю ольховый. Этот из ольхи инструмент. Соответственно, очень легкий, 3,5 килограмма. Опять же, я считаю, что для бас-гитары это очень легкий. Давайте посмотрим, что касается джаз-баса и по весу джаз-баса. Этот джаз-бас у меня весит 3 килограмма 900 грамм. 3,9, почти 4. Ну, не почти 4, но 3,9 будем считать. 3,9. По-моему, 3,930, по-моему, тысячных. Да, в общем, вот такой вот вес у него, он потяжелее. При том, что здесь тоже ольха корпус классическая, и тут ольха, и тут ольха. Инструмент потяжелее. И, на мой взгляд, как правило, мне кажется, что джаз-бас при прочих равных будет чуть-чуть потяжелее. Почему? Ну, как бы здесь физика работает, понимаете? Два датчика, три потенциометра уже, соответственно. Вот эта вот металлическая хрень, соответственно, тоже она весит, я думаю, что грамм 200 точно, 150 уж точно, потому что если это нормальный металл, то он весит, соответственно, что-то. На мой взгляд, как правило, джаз-бас будет чуть-чуть потяжелее. Как раз вот на эти 400 грамм взять там датчик, соответственно, больше там потенциометров, крутилок, распайки, соответственно. Но не всегда так бывает, ребят, не всегда. Например, бывают джаз-басы, здесь нет никаких полостей в корпусе, таких вырезов, а бывают современные, они уже тут с такими, как бы, если снимаешь пикгард, он уже весит, будет с полостями. Вот, это более современные модели попадаются. Вот, этот без полости, он будет потяжелее, с полостями полегче будут распайки. Вот. Так что чуть-чуть потяжелее, но 3,9 килограмм, я думаю, что это тоже нормальный результат, не очень, не тяжелый инструмент, но чувствуется. То есть, я ношу пресижн, я играю на пресижн, а у меня проблемы со спиной, и мне взять на репетицию, например, куда-то на мероприятие проще пресижн. Эти 400 грамм, в чем разница этих двух инструментов, она, соответственно, чувствуется все равно, она чувствуется, что пресижн легче. Вроде 400 грамм, они, ну, 400 грамм, как бы, тоже имеет место. Вот такая вот по весу информация. Вот. Джаз-бас, на мой взгляд, будет чаще потяжелее при прочих равных, за счет того, что здесь просто, ну, посложнее все. Как бы, побольше и датчиков, и всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Двигаемся дальше. Я думаю, что пришло время поговорить и про электронику, про датчики, которые здесь стоят, соответственно. Взять пресижн, это классический, здесь у нас стоит сплит-коил, разделенный датчик. Значит, он дает звук совершенно другой, не как на джаз-басе, совершенно вообще абсолютно другое. По-другому все вообще ощущения, другое отдача, абсолютно другое все, вообще абсолютно даже не сравнить. В общем, этот датчик дает большой, толстый, глубокий звук. Если мы возьмем, например, джаз-бас, у нас здесь другие датчики стоят совершенно. Если мы посмотрим повнимательнее сюда, увидим, что здесь, во-первых, два датчика. Это уже, как бы, извините меня. И они другие. Это тут сингл-коилы стоят. Сингл-коил дает другой звук. Они дают более прозрачный, чистый, читаемый, такой звонкий, обертонистый звук. Плюс здесь датчик второй, он близко к бриджу расположен. И, соответственно, у джаз-баса в плане звука будет больше частотный диапазон, больше вариантов настройки. И если, например, давайте тогда джаз-бас посмотрим, сейчас сразу электронику. Здесь, соответственно, две громкости и тон. Все. Максимально вроде бы простая, но, опять же, это классика. На большинстве басов будет примерно такая же плюс-минус распайка. Это вот признанная, можно сказать, такая пассивная схема, которая очень хороша, я считаю, очень удобная. И дает очень широкий спектр. Вот. Соответственно, две громкости на каждый датчик и, соответственно, тон. Ну, эти две громкости, за счет них можно творить чудеса, подстраивать больше баланс, например, на бридж, больше баланс на, соответственно, нековый датчик. И при этом, к примеру, есть еще режим дуал. То есть, два датчика, когда работают, этот режим, соответственно, одинаковая громкость. Как бы посередине получается. Этот звук дает довольно такой глубокий тоже, глубокий, толстый звук, басовый, тоже очень богатый на биртона. В общем, здесь, конечно, режимов звучания больше, чем у Precision. Вот. И частотный диапазон тоже больше. И сейчас я расскажу. Подождите. Давайте, давайте Precision посмотрим. Оп, упала. Сейчас, секунду упала, упала. Давайте Precision посмотрим поскорее уже. Значит, здесь у нас, опять же, что касается электроники. Здесь максимально все просто. Это Precision лаконично. И в этом его и плюс. В этом его и преимущество. И его, так сказать, вот эта душа, в этом его фишка. Понимаете? То есть, здесь не надо ничего думать, там, что-то там, я не знаю, звук крутить, там, бессонными ночами искать какой-то звук, там, волшебный, мистический. Вот этот вот, как бы, заниматься вот этими всеми делами. Включил. И все звучит. Все уже настроено. Понимаете? Уже все. Все уже работает. Тут, соответственно, громкость общая. Ну, тут, как бы, один датчик и громкость на него. И, соответственно, тон тоже, поярче звук сделать или позвоньше. Вот. Ну, тут, как бы, соответственно, за счет того, что один датчик, здесь частотный диапазон будет пониже. Здесь не такой. Звук может показаться немножко плосковатым, если в сравнении взять, поставить с джазбасом. Но в этом свой прикол есть. Например, в джазбасе там надо больше, вот, на мой взгляд, я говорю, я говорю, как мне кажется. Вот я записываю, уже там миллион записей на канале сделал. У меня какой-то опыт есть вот этого игры. И могу чуть-чуть хотя бы сказать, что на джазбасе, понимаете, там частотный диапазон больше, а бертонов больше. И на нем чище играть сложнее, на мой взгляд. То есть надо больше контролировать какие-то частоты, где-то вот начинают там вылезать, где-то там вот это. На престижне такого как-то вот меньше. Здесь вот сыграл, записал, все уже звучит. Все уже с барабанами, уже в миксе, все уже звучит в миксе хорошо. Ничего вообще делать не надо, престижно звучит. Вот, джазбас, там, говорю, там звук, так сказать, за счет диапазона частотного, вот этих нюансов. Он более звенит, больше такой трещащий такой звук. Более такой вот. С ним иногда нужно посложнее, его там надо где-то контролировать, почище играть. Пресс, конечно, в этом плане, ну, на мой взгляд, более... Вот, записал, и все, вот он звучит уже в миксе, и все замечательно, как бы. И не заморачиваешься сильно. Вот. То есть максимально простой, простая электроника. Но за счет того, что здесь частоты диапазона не такой широкий, как на джазбасе. Один датчик, конечно, например, играть мелодии, играть какие-то импровизации, соло, быстро там пилить вот это все. Конечно, на престижне не так хорошо будет. Те же мелодика, мелодия должна ярко звучать, понимаете? Вот я на джазбасе, например, мелодию сыграю, она будет ярко прям впереди, такой чистый, звонкий звук. На престижне тоже будет хорошо звучит, но иногда его может не хватить вот это вот. Он немножко такой, ну, потолще звук, не такой читаемый, если какие-то быстрые партии играть. Конечно, джазбас, опять же, вы переключаете в режим бриджа. Давайте вернемся к нашему джазбасу все-таки. Значит, здесь у нас мы просто, например, надо сыграть нам какую-то соло, мелодию. И мы в режим немножко убираем вот этот датчик нековый, и у нас, соответственно, читаемость. Конечно, престижн такое не сможет никогда. То, что может джазбас в плане вот этого вот функционала. Вот что касается электроники. Вот такая вот тема, вот такая вот по звуку могу сказать отличие. Мы будем двигаться дальше. Мы будем двигаться дальше. Еще один очень важный для музыканта элемент в бас-гитаре, момент, это гриф, конечно же. Гриф — это очень важно. На грифе происходит ваше взаимодействие с инструментами непосредственно, вот, с миром музыки. И как это все взаимодействие ощущается, как это все происходит, это очень важно. И какой гриф — это тоже важно. Очень, я бы так сказал. Давайте нам все с престижн. На престижн гриф, соответственно, у нас и там, и там по 20 ладов классический вариант. Вот. Уже, конечно, маловато, но тут кому как, на самом деле. Вот. Тут кому как, кому как нравится. Значит, что касается грифа. На престижн, я думаю, что уже все поняли, не секрет, чуть-чуть пошире гриф. Гриф, соответственно, в области у нас, соответственно, низких ладов, первая позиция, гриф пошире. Может быть, теоретически, кому-то будет удобнее такой гриф, например, играть на низких нотах. За счет того, что здесь пошире. Возможен такой вариант. Вот. Но мне лично, опять же, мне ближе к грифу джазбаса в данном варианте конфигурации, на данных инструментах. Но, опять же, ширина грифа это не самый главный параметр. Это не определяющий параметр, я бы так сказал. Ширина грифа не определяет полностью, удобно ли или неудобно играть. Давайте посмотрим на джазбас. Здесь, соответственно, у нас чуть-чуть будет сужаться шейка грифа вот сюда, в эту сторону. Соответственно, вот здесь будет расстояние между струн поменьше. И, соответственно, гриф джазбаса, он, конечно, располагает к игре какой-то быстрый, более быстрый. Не то, что супербыстрый, конечно, но более какой-то виртуозной игре. И это тоже один такой параметр, за счет которого джазбас полюбился музыкантам. Особенно те, кто играет какие-то сольные вещи, например, мелодии, хочет поиграть. Конечно, если вы много играете мелодии, если играете сольно, то, конечно, джазбас будет поинтереснее вам, естественно. Но кто-то играет и на пресижене. В общем, здесь у нас гриф потоньше. Что касается вот этого грифа джазбаса. Честно говоря, когда я купил этот джазбас, он мне приехал. Я уже снимал по поводу этого видео. Можете посмотреть еще раз. Я подробно рассказываю, что я тут делал. Конечно, я его сильно доводил, этот инструмент. Очень сильно. Здесь много что надо было делать. Электроника, и лады, и бридж. Все надо было, в общем, доделывать. Но мне полюбился этот инструмент. Я на нем стал, я как-то пресижен немножко, на него немножко подзабил. И начал в основном играть на джазбасе. Конечно, у него есть нюансы этого инструмента. Он не идеальный. Есть моменты. Вот. Есть какие-то исправимые, какие-то сложные исправимые. Но инструмент мне полюбился. И мне очень понравился здесь гриф. Гриф очень удобный. И вот у меня был американский инструмент. Ну, кто меня смотрит давно, знает. Записи есть и все такое. Там гриф был не такой удобный. Мне он не нравился. Вот здесь мне гриф нравится. Опять же, здесь, допустим, ширина одинаковая. Но здесь еще есть такое понятие, как профиль грифа. Он может быть разный. Бывают там плоские, срезанные такие тонкие грифы. Бывают там бочные, бочечные. И тут кому как удобно. И вот здесь гриф, он более толстый, чем на американце. Он более такой бочечный, более винтажный. Как у меня был. У меня был современный, все-таки новый, более инструмент. Здесь более винтажный. И вот этот гриф мне намного больше нравится. У меня меньше болит рука. Особенно в этой позиции. Вот. И это не от ширины даже зависит. То есть, именно вот, соответственно, сам вот этот профиль грифа мне нравится. И вот этот гриф. Он вообще, знаете, как сказать, близок к идеальному для меня. Именно для игры. Именно вот такой вот гриф. Но это не от ширины зависит. И мне комфортнее играть на вот этом джазбасе, чем на пресижине. Хотя здесь тоже очень удобный инструмент. Но, опять же, лично для меня это индивидуальный вопрос. Соответственно, вот этот гриф ближе к идеальному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, основная информация. Основные блоки, основные такие моменты, которые стоило рассказать. Основные отличия. Думаю, что ничего не забыл. Надеюсь, вроде все самое основное, самое принципиальное упомянул. Теперь немножко хочу рассказать про вот отличия. Я долгое время играл на американском джазбасе. Мои подписчики знают уже, как бы, кто меня давно смотрит. Большой опыт там. Около 10 лет я на нем играл. В общем, есть опыт какой-то. И в сравнении с моим теперешним джазбасом японским. В общем, конечно, здесь, это он 92-го года. И, как бы, звук здесь более винтажный, более приближенный к классике. Здесь я слышу больше пасториуса, нежели в современном. Вот у меня был новый. Там звук, конечно, был более современный, более модерновый. И тут, конечно, сравнивать сложно, что лучше. Кому-то нравится такой звук, более винтажный. Кому-то нравится более современный, под тяжелые стили. Вот. Что касается характера звука, конечно, джазбас, он будет джазбаса давать классический свой характер и там, и там. Но есть разница именно в нюансах. Американский джазбас давал больше каких-то обертонов, больше лязга. Вот это вот, как сказать, в звуке вот этих элементов, каких-то частот. В нем, конечно, вот этого было больше, чем здесь. Здесь более сдержанный, более сухой звук, более винтажный. Итак, давайте же, наконец-таки, подведем итог к сегодняшнему видео, к чему мы пришли. И хотел, кстати, сказать, что сегодняшние рифы, которые были, которые вы слушали, вот эти сравнения. Абсолютно одинаковые струны стоят, одинаковая модель, 45-105. И оба комплекта, соответственно, старые, не новые. Не то, что там на одном инструменте новый комплект, на одном инструменте старый комплект. Соответственно, все максимально приближенно, максимально честно. Честное сравнение, но разницу, я думаю, что вы сами услышали. Разница очевидна. Тут уже вы сами выбираете, что вам ближе, что вы хотите. Какой итог сегодня будет? Конечно же, оба инструмента Precision и JazzBass, это они супермногогранные. Они, это целые миры. Это для своих, каждый для своих, конечно, целей подходит. Они оба профессиональны. Они оба находят свою, свои выполняют с функцией прямые. Но считается, конечно, такое вот общее мнение, упрощенное, что Precision, например, подходит больше каких-то тяжелых рок-композиций, поп-композиций, где надо играть в основном аккомпанемент, какие-то такие крупные жирные ноты, вот такой с глубоким низом. И вот, JazzBass же, соответственно, считается, что подходит для более таких стилей, где нужен яркий, читаемый, конкретный звук, каких-то таких, не знаю, может, Fusion, Jazz, Funk, что-то такое. В противовес, соответственно, Precision, где более такой звук большой, более такой гнусавый, глубокий, не такой читаемый. В общем, такие вот итоги. И, соответственно, это было сегодня мое мнение на основе моего опыта. Соответственно, тут, конечно, какой вам выбирать инструмент, это дело индивидуальное под ваши предпочтения, под ваши желания, под ваши цели. И у меня, соответственно, я так как играю, ну, в основном на фондырах, сейчас уже только на фондырах, вот, то, соответственно, у меня есть оба инструмента, и я в обоих нахожу свои вот эти фишки, свое настроение, вот эти свои миры. И для каких-то целей лучше JazzBass, например, для мелодий я вот играю, например, там, те же стандарты, на Boosty стандарты играю, там, где нужна мелодия, соло, конечно, там лучше JazzBass. Ну, иногда интересно и на Precision сыграть, некоторые мелодии круто на Precision будут, соответственно, звучать. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Закругляемся с этим видео, осветил я картину вот этого вот сравнения двух замечательных инструментов, так как мне это кажется, представляется, поделился своим опытом. В общем, а вы тоже не забывайте, традиционные мероприятия, подписочка, колокольчик, в конце концов, лайк поставь. Все это важно для канала, вообще не только для канала, вообще в целом для комьюнити, чтобы больше движухи было, это все, конечно, полезно. Вот так вот. И не забывайте, кстати, пишите комментарии под видео, соответственно, что вам больше понравилось сегодняшнего сравнения, к чему бы вы отдали предпочтение, какие нюансы вы слышите в звуке и так далее. И будет интересно, соответственно, тоже все это посмотреть и почитать. Все, на этом сегодня все. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok